Здравствуйте, меня зовут Марина Павлуненко, я старший методист школы Skyeng, SkyTitch Академии, тренер TESOL Worldwide, ну и просто преподаватель, которому всегда ведется студентами. У меня есть сын Илья, ему 9 лет. Несмотря на то, что я преподаватель английского, мы никогда не стремились к билингвизму, потому что мы очень занятые люди. Но когда он пошел во второй класс, я проанализировала программы школьные и поняла, что там есть свои особенности, и моя помощь будет не лишней. Мы набрали группу сверстников для того, чтобы Илье было интереснее заниматься в группе и для того, чтобы стимулировать себя для подготовки к занятиям. Обычно я преподаю взрослым, поэтому для этой группы мне пришлось многому научиться. Какие-то приемы я брала готовыми, какие-то адаптировала или создавала самостоятельно. Сегодня я вам покажу простые лексические игры, которым практически не нужно готовиться. Для меня это очень важно, потому что вы можете работать с любыми наборами слов и проводить игру на ходу. Мамы могут играть с детьми дома, а преподаватели на уроках. Важное правило для любых игр и упражнений. При изучении лексики обязательно работать над тремя составляющими. Значением, произношением и формой именно в этой последовательности. Сначала научите ребенка показывать изображение, когда вы проговариваете слово. Для этого можно использовать картинки из учебника, флеш-карточки или просто предметы, например, ручка. Затем делайте наоборот. Когда вы показываете картинку, а ребенок называет слово. Таким образом вы практикуете произношение. Ну и, наконец, форма. Это когда вы показываете картинку или предмет, ребенок прописывает слово, либо диктует вам его по буквам. Кажется скучно? Совсем нет, если делать это на скорость. Либо делать это в определенном порядке, а потом порядок поменять. А лучше всего устроить соревнование на отгадывание, либо написание слов на скорость. Ребята вообще забудут, что у вас урок английского языка, а слова выучат. Хотите игры посложнее? Пожалуйста! Вы можете играть с флеш-картами на угадывание. Дети это обожают. Флеш-карты, кстати, не обязательно покупать. Их очень легко изготовить самим. Например, вы берете карточку, закрываете ее листом бумаги и вот так потихонечку открываете. Дети должны угадать, что на карточке. Также можно использовать слова из коробки. Вы открываете карточку. Дети также на английском языке должны сказать, что там изображено. Наверное, все знают игру крокодил. С карточками она проходит просто отлично. Ребенок выбирает карточку, никому ее не показывает, но объясняет жестами, что на ней изображено. Можно, кстати, загадывать не просто слово, а целое словосочетание. И так будет интереснее. Например, a fat crocodile. Как бы я его изобразила? Еще я очень люблю игры с цепочками слов. Здесь мы тренируем и значение, и произношение вместе. Развешиваем или раскладываем карточки. Читаем с детьми, задавая определенный ритм. Например, winter, spring, summer, autumn. Потом мы можем по очереди убирать слова, сохраняя тот же ритм. Winter, spring, summer, autumn. Либо называть слова в обратном порядке. Autumn, summer, spring, winter. Это всегда испытание для детей, которое им очень нравится. And now backwards. Ну и наконец, работаем с формой слова. Например, можно делать следующее упражнение. Карточки уже находятся на доске. И у нас происходит следующий диалог. What's this? It's winter. Yeah, great. How do you spell it? W-I-N-T-E-R. Excellent. And now, something happened to our words. Who can restore it? Outstanding. Brilliant. Thank you very much. And the other word? Great, brilliant. Is this right? Yes. Yeah, very good. Now, who is faster? Ready, steady, go. Yeah. Yay. Изучив лексику по какой-то большой теме, вы можете завершить ее более сложной игрой. Например, морской бой, бинго или игра-бродилка. Для морского боя потребуются поля, знания правил, необходимых слов на английском языке, например, ранен, убит. Для игры-бродилки нужно будет создать поле, задания, а еще нужны кубик и фишки. Но их можно взять из любой готовой настольной игры. Я обычно рисую поле сама. С заданиями в клетках ставлю назови предмет, составь предложение, заполни пробел. Но можно взять и готовая игра, а вести ее по-английски. Для игры-бинго вам понадобятся поля с необходимой лексикой по количеству игроков, закрывающие фишки и слова, которые вы будете доставать из мешка. Если уровень языка позволяет, обязательно объясняйте правила на английском языке. И, конечно, заранее подготовьте все фразы, которые вам понадобятся в игре. Напишите, какие приемы для запоминания слов используете вы, и о каких еще играх на английском языке вам хотелось бы поговорить. Подписывайтесь на канал SkyTeach и ставьте колокольчик, чтобы всегда получать самые свежие и интересные материалы о преподавании английского языка. А чтобы узнать о своих персональных возможностях в SkyTeach, переходите по ссылке в верхней части экрана. Мы с Александрой и Ильей будем очень рады, если эти советы вам пригодятся. Ну, скажи, goodbye! Goodbye!